итак приступаем к функции достаточно объемная такая тема получается но опять же быстренько пробежимся функция определяется как мы уже поняли раньше def название функции при этом название функции пишется маленькими буквами слова разделяются подчеркиванием say hello world допустим здесь мы никаких параметров не передаем двоеточие и дальше с отступом у нас идет документирование функции и потом допустим здесь конкретно функция print по циклу for что вот еще хотела сказать есть вот такая вот конструкция for нижнее подчеркивание in range 2 если нам допустим не нужен какой-то иторатор цикле мы вот делаем вот так и вызываем какое-то дело производим какое-то действие здесь мы два раза подряд выведем hello world в консоли думаю здесь как бы даже от лачкам останавливаться не буду все должно быть понятно там еще ниже вывелась кое-что ну вот у нас две наши функции два раза отработала наша функция при этом итератор значения мы никакой не использовали так давайте за комментариям вызов нашей функции также будем идти потихоньку дальше определена функция say me которая принимает два параметра один параметр и второй параметр здесь мы его выводим я говорю допустим запятая один параметр запятая второй параметр давайте раскомментариваем код так say me у нас никакой параметр не возвращает функция получается мы функция нас может возвращать параметр может не возвращать параметры и так мы пишем res равно same same и два параметра привет мир допустим да и здесь выводим результат давайте посмотрим что у нас получится я говорю привет мир это сюда вот нас был перед на два параметра и нон то есть нон этого в принципе как в 1с не определено поскольку факт функцию нас не вернула никакой параметр у нас вот сюда в res попала нон но на это еще раз повторюсь как в 1с не определено если вы понимаете что такое не определено в 1с стоит но он для вас будет очень просто вот функция которая у нас возвращает значение возвращая значение с помощью ключевого слова return и вот здесь она у нас вернет два наших сложных слова как уберем комментарии здесь уже нам по чарам ничего не подчеркивает поскольку функция возвращая значение мы выводим вот это значение уже вот здесь все привет мир в принципе тут и так все достаточно просто и понятно опять за комментариям а вот я как раз здесь привожу пример с распаковкой так а для чего я хотел привести функции можно тоже распаковывать то есть функции нам возвращает какой-то результат и для того чтобы допустим то есть в 1с можно вернуть из функции только одно значение можно вернуть там структуру я уж не говорю про какие такие вещи в пайты не можно вернуть несколько значений из функции делается это очень просто вот у нас допустим создаются две переменные внутри функции нашей get price на сама она не принимает никаких параметров она возвращает два параметра продукт и прайс если мы здесь сейчас у так здесь сделаем документирование не показала но здесь можно тоже описать какие параметры возвращать функция ладно неважно и вот делаем мы здесь распаковочку распаковку то есть у нас вызывается функция get price и и мы делаем тоже продукт запятая прайс в том же порядке в котором возвращается наши параметры из функции опять же применяется распаковка это еще раз повторю распаковку по это не это и прям очень часто встречается в коде и дальше выводим уже наши параметры с помощью принта вот у нас стол 1300 ну думаю такая простая распаковочка вам уже должна быть понятно документирование так где у нас функция hello work он она у нас есть 1 комментария здесь код получается есть функция print с помощью которой допустим мы обращаемся к функции как к объекту допустим в 1с такого точно нету в 1с можем только вызвать функцию обратиться там конечно есть функции как к объекту можно обратиться но не знаю это наверное не то немножко все таки вот по это не можно чуть то есть через точку функции то есть по факту этот функции это тоже объект тоже как список тоже как допустим тепл там словарь у него есть функции какие-то свои методы какие-то свои свойства атрибуты и вот к ним можно обращаться через точку так точечку ставим у функции и видим здесь модуль долг можно выбирать много чего и тут просто у функции и вот чтобы допустим вывести нам описание функции можно вот так обратиться к док можно вызвать функцию help и передать сюда функцию как объект давайте посмотрим вот у нас функция say hello work содержит документацию вот она у нас описанная и сначала вот это вот вызов обращение к этой документации вот так вот через правильно сказать это не свойство это атрибут наверное до объекта атрибут объекта док она вывела просто вот эту документацию функция help она немножко более форматированная она обращается к той же самой документации но выводит ее уже в принципе видишь в модуле main то есть в главном модуле выводится и полностью say hello world и само описание нашей функции то есть функция help она выводит нам документацию по нашим функциям также можете применять данную функцию для вывода каких-то других значений давайте попробуем у нас вот так help интересно выведет help print давайте посмотрим честно говоря сам не узнаю да вот вывелась вот вот функция print принимающий неограниченное количество параметров это мы сейчас посмотрим как это передавать в 1с кстати такого не хватает и вот описание документации функции принт которая есть у нее в исходниках если вы не знаете хотите посмотреть документацию можете использовать эту функцию print help точнее удалил так так проверка типов проверка типов мы уже ранее смотрели давайте будем вызывать нашу функцию сап трекшн ну это я в яндекс переводчики переводил поэтому уж не обессудьте сюда передаются два параметра числовых 1 и 2 при этом первый параметр должен быть или целый или вещественный а второй параметр должен быть только вещественный то есть вот это из инстанс помните это мы проведем проверяли типы ну и и мы там вставляли стр ну здесь int допустим можно передать вот так сделать такой тюпл из типов то есть он проверит что вот этот ну входит либо в этот либо в этот тип можете можете через запятую указать еще какие-то типы и вот как раз из инстанс проверит нам эти типы вот первое у нас правильное должно сработать отладчиком отладчиком давайте остановимся отладчиком так первые два числа у нас целые у нас все сработает все отлично в консоль вывелось 7 да дальше у нас вещественное и целое число так давайте будем закомментаривать то что мы уже посмотрели вот float int то есть идет проверка на float во втором условии на int здесь у нас тоже все сработает все корректно в консольки вернулось число при этом видите float float нельзя применять при денежных операциях там есть другой тип для денежных операций ни в коем случае float не применяйте иначе у вас будут вот эти расхождения с копейками с долями копейками и вы замучитесь для если вы пишете на пайтоне что-то там для 1с сочетающие деньги используйте специальный тип какой я не decimal по моему называется если не ошибаюсь ну посмотрите в документации есть специальный тип для подсчета денег не используйте float ни в коем случае потому что видите мы сложили 10 а мы отняли от десяти восемь пять целое число и получили вот такой вот хвост хотя в принципе пять восемь должно получиться не используйте короче так дальше смотрим здесь у нас получается второе число должно выдать ошибку второе число у нас не инт у нас float нажимаем возвращается нон риту все возвращается неопределенно но и то же самое будет если мы вернем конечно же первым допустим первая строка будет будет абсолютно все то же самое вот стр тип сразу видно нажимаем f8 опять же у нас это условие не отрабатывает все очень просто вот так проверяются типы потому что проверка типов допустим в 1с я вот лично очень часто использую немножко про чистые функции расскажу чистая функция не изменяет входные параметры точнее по чистым функциям там есть много разных примеров точнее что должна делать чистая функция но в конкретном данном примере мы покажем я покажу пример плохой функции вот у нас есть список price это нитью получается его можно удалять изменять добавлять как-то какие-то значения и вот получается мы функцию передаем давайте так оплачивать запускаем проверяем что у нас 255 in my list в my list у нас есть 255 в num у нас попадет true то есть true дальше у нас такое условие if num то есть мы здесь ни с чем не сравним то есть если бы true или false то есть такая коротенькая конструкция if num то есть если true или false мы из списка который был передан функцию в качестве параметра мы удаляем число 255 все и возвращается true то есть как бы ну просто значение какое-то возвращаем и распечатываем два наших прайса до функции и после функции то есть вот число 255 мы удалили из нашего списка это очень скажем так в пайтоне такое очень не приветствуется удаление каких-то если только в самых каких-то крайних случаях если это невозможно сделать по-другому то есть это как бы пример грязной функции то есть вы цикломатическая сложность это на примере допустим вот этой функции здесь у нас цикломатическая сложность 1 потому что у нас как бы мы пробегаемся по циклу точнее по функции у нас только один выход из функции есть цикломатическая здесь наверное нету примеров это больше вот здесь бы не здесь тоже нет ладно есть функции в которых цикломатическая сложность выше то есть там несколько условий она может как-то прерываться то есть несколько там ретурнов у нее может быть и а хотя нет здесь цикломатическая сложность а ну здесь единичка да это не сколько выходов из функции получается а сколько ветвление циклов по-моему внутри функции ну если будет интересно посмотрите про цикломатическую сложность тогда вы поймете что такое бсп в 1с это более унижение там потому что как-то мне показывали скидывали из зупа какую-то функцию там цикломатическая сложность была больше 50 и понять такую функцию сходу взять вот так открыть и посмотреть о все понятно здесь грубо говоря список вхождение в список удаление return true все то есть там понять функцию с цикломатической сложностью 50 то есть 50 каких там ветвлений это вам надо целый день будет просидеть там отладчиком долго и долго ковырять ее пока вы разберете что эта функция делает не пишите такие функции в пайтоне вас за это дело будут гонобить а а Продолжение следует...